Накануне сотрудники ГИБДД подвели итоги акции «Трезвый водитель». За три выходных дня – 10 нетрезвых рулевых. В самом начале недели семерых пьяных поймали за сутки. Почему северодвинцы ездят пьяными, выясняла Ксения Кабанова. Человек ехал, б***ь, просто по трассе, а вы задержали. Блин, это какой-то состояние. Кослы вы, еб***ь. Спасибо. Пожалуйста. О, нормально. Не, может, не бред. Так активно с виду выпившая северодвинка защищает своего не менее трезвого мужа. Мужчина получил права на автомобиль в 2002 году. И уже 32 раза на него составляли протокол о правонарушении. Четыре раза его лишали прав. Отдать водительское удостоверение за езду под градусом придется и в этот раз. В понедельник в шестом часу поступила ориентировка на водителя, который собирается, находясь в состоянии алкогольного опьянения, отъехать от труда 50 шашлычками. Наряд ДПС принял данную ориентировку, проследовал по адресу, после чего на выезде задержал данную автомашину. Северодвинец отказался от мета-свидетельствования. Ему грозит 30 тысяч рублей штрафа и лишение прав до двух лет. Таких алководителей за одни лишь сутки семь человек. Для примера, за три дня акции «Трезвый водитель» их остановили десять. Акция закончилась, а ездить пьяными не перестали. Накануне двое нетрезвых молодых людей угнали автомобиль из автошколы на улице Первомайской. Проехали лишь 200 метров и сбили человека. «Трезвый удар, летает ворота, мы стоим на улице, все расцеплены, я вводи туда, он туда, и потом все, я плечу, он таз сломан, почки болят, ушиб, грудной клетки, в воскресенье, наверное, грудной мозг, так считаем». «Обычно мы машину оставляем на улице летом в общем парке, короче. Ключи обычно иногда забираем, но мы ложим на панели, но чтобы мало ли машину завести, убрать там в сторону панели. И обычно стоим пять часов на стоянке». «При этом, выезжая со стоянки автошколы, сбили ворота, совершили ДТП со стоящим катером у дома 10 по улице Первомайской. Впоследствии сбили человека и врезались в дерево». За рулем находился 21-летний пьяный водитель. Водительских прав у него никогда не было. Молодой человек не только нанес ущерб здоровью пострадавшему, но и лишил автошколу автомобиля. Теперь 12 начинающих учеников вынуждены обучаться на машине другой марки. Напомним, с 1 июля внесено изменение в законодательство. Сесть за руль пьяным повторно – теперь преступление. Наказание – лишение свободы до двух лет. Ксения Кабанова, Родион Саханько, Вестник Северодвинска.